всем привет вы на канале цветочное счастье дорогие друзья сегодня видео о черенках петуни и калибрахо это осеннее черенкование хочу вам показать результаты где какая наросла корневая система немножко расскажу об уходе как я ухаживаю за теми черенками которые уже с корешками и за теми черенками которые в процессе укоренения и вчера еще поставила я несколько черенков на укоренение но пожалуй это уже последнее укоренение в этом году уже практически октябрь месяц скоро закончится вот и еще нарезала немножко черенков как бы мне много не надо но я черенкую всегда с запасом тем более что в этом сезоне мне абсолютно не нравится как черенкуется вегетативная петуния у меня есть несколько сортов которые бы я хотела оставить на следующий сезон поэтому вот видела что были хорошие черенки еще их нарезала потому что ну очень плохо зачеренковывается петуния или пропадают черенки или очень много времени уходит на процесс образования корней в этом году меня калибрахо порадовала гораздо больше в общем на третью неделю она мне показала уже вот такую корневую систему а вот а петуния конечно и не пропадает череночек но а приходится мне вот так по моему видно это череночки от калибрахо вот а такие корешки в общем набираюсь терпения дорогие друзья и жду вот я даже сейчас вот в этом контейнере у меня все черенки уже с корешками но здесь еще есть несколько черенков бегонии ну раз уж показываю покажу и вам бегонию бегония прекрасно зачеренковалась это бегония из семян в прошлом году я сеяла и так как у меня бегонии в этом году не то что в этом году а просто не выдержали жару и стали активно пропадать вот мне удалось снять 4 череночка и вот поставить их на укоренение это повторюсь бегонии семян сорт illumination golden пикати вообще такая обалденная красотка ну я очень рада что она у меня зачеренковалась так но вернемся к петуни вот здесь даже не могу сказать какого срока черенки потому что некоторым даже есть вот месяц вот эти вот например две недели это вот череночки новинка из звездной серии вот этим черенкам две недели здесь как бы вот вижу хорошую корневую систему то есть для двухнедельного череночка я считаю что это нормальная корневая система а вот этот череночек это сорт петхуа вот ему где-то около месяца дорогие друзья вот и сидит и сидит и только недавно я увидела вот эти долгожданные корешки хорошо конечно что они уже появились но и вот видно что уже вот макушечка как бы начала подрастать так череночек конечно живой видно бодренький но корневую систему например как вот этот я вам сейчас показываю тоже это сорт петхуа тоже очень долго зачеренковался вот только сейчас я при обзоре вот увидела вот этот первый долгожданный корешок а так что это вот такая информация дорогие друзья но она больше конечно для новичков если вы видите что черенок живой бодрый не торопитесь ну то есть а длительно уже сидит не торопитесь его вытаскивать смотреть что там с корнями или выбрасывать потому что тем более вот как это осеннее черенкование но немножко больше времени ну уходит на развитие корневой системы тоже вот сорт петхуа вот только только недавно я увидела вот эти долгожданные белые ниточки вот поэтому вот так обстоят дела ну хорошо хоть что-то за черенковывается для меня это вот сейчас самый мой любимый такой контейнер потому что уже есть результаты моих трудов и моих ожиданий какой я им уход обеспечивая ну во первых делаю легкое опрыскивание и уже вот для вот этих череночков я в обзорах говорила очень жалею что вы для этих контейнеров не купила крышечки но приходится пользоваться пленочкой то сейчас я уже пленку плотно не закрываю а оставляю вот так вот уголочек чтобы уже приучать растение к другим условиям вот это что касается по поводу черенков которые уже дали корешки вот здесь тоже стоят череночки и у абсолютно у всех вот разные сроки вот тоже вот он хороший бодренький от стоит уже больше двух недель но корней пока я не наблюдаю но я не тороплюсь жду в общем выбрасывая только те черенки которые прям совсем уже плохо выглядят здесь пока вот тоже все нормально немножечко подхлораживает на вторая партия калибраху а ну сейчас как бы не имеет смысла даже ничем поливать по той причине что еще я корней не вижу ну если зачеренкуется конечно уже тогда сделаю обработку и дам немножко железо вот но это опять же а в случае если зачеренкуется ну надеюсь что зачеренкуется здесь я также делаю легкое опрыскивание но стараюсь больше по питоне калибраху а вот как-то в этом сезоне мне показывает что я опрыскивание не нравится начинают подгнивать нижние листочки ну в общем в этом году у меня почему-то очень капризничают все мои черенки ну также слежу чтобы пленочка была плотно закрыта вот и видно да что в контейнере вот такой конденсат значит влаги черенкам хватает там приятный такой теплый микроклимат ну все буду ждать появление корешков и у этого контейнера что касается вот молоденьких моих ну вот здесь даже вот еще два колюса поставила тоже очень буду ждать укоренения как бы черенков много не бывает самое главное чтобы они все укоренились здесь тоже самое каждый день смотрю осматриваю где черенок пропадает обязательно его выбрасываю вот и такое легкое делаю опрыскивание тоже видно что конденсат на стеночках есть значит влаги в грунте черенкам достаточно вот и соответственно пленочка все закрыто ну где-то минут на пять десять каждое утро при осматривании своих черенков я открываю и получается своего рода проветривание что касается света раньше свет у меня горел 10 12 часов сейчас уже я произвела посевы бегония и таймер переключила на 14 часов теперь у меня свет светит в течение 14 часов и по температуре а так как уже включено отопление общем температура колеблется от 20 до 24 градусов вот собственно дорогие друзья вот такой уход я обеспечиваю своим череночкам поэтому еще раз такой небольшой совет для новичков если видите что черенок сидит но бодренький и живой но просто немножко наберитесь терпения возможно именно для этого черенка для этого сорта нужно больше времени чтобы образовать на корневую систему вот такое видео дорогие друзья получилось надеюсь для кого-то оно будет полезным не забывайте подписываться на мой канал дальше буду вам рассказывать за событиями которые происходить будут но своими череночками ну и вообще не только а обо всех событиях которые у меня происходят на моем канале заранее благодарю вас за просмотры до новых встреч до новых видео всем пока пока